Современная архитектура в сердце старого города. Строительство монолита на Комсомольской 30 почти три года интриговало местных. Сегодня завеса тайны открыта. Новое здание – это Бобруйский филиал Могилевского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру. Или проще – БТИ. Его в день рождения города открывали вместе с иностранными гостями и новоселами. Я хочу поблагодарить строителей, архитекторов, проектировщиков, тех, кто вложил свой труд, свою душу в это здание. Отдельное слово благодарности местному органу власти. Новое здание – это порядка 3000 квадратных метров комфортных кабинетов и залов ожидания. На первом этаже прием граждан в порядке электронной очереди. Второй и третий – архив и администрация филиала. Всего на строительство нового объекта потратили больше 4 миллионов рублей. БТИ начнет свою работу в понедельник. Я уверен, что этот объект будет приносить, в первую очередь, для работников радость, удовольствие для работы. А для жителей города – прекрасный объект, который украсит наш прекрасный город. С праздником вас! Больше 8 миллионов рублей и почти два года ударной стройки. Бизнес-идея руководства самой сладкой фабрики реализовала себя сегодня. В день города на территории красного пищевика открылся логистический центр. 2300 квадратных метров и высота почти в семиэтажное здание поможет разместить продукцию в объемах до 2000 тонн. Причем не только сладкой фабрики Бобруйска, но и коммунарки, слодоча, Спартака не исключен и импорт. Сколько людей здесь будет трудиться? Это 6 комплектовщиков, это 10 кладовщиков, это кладовщики плюс приема сдачи эти в том числе, 4 человека на выписке документов и 2 человека на штабелерах. В каждую смену по 2 человека штабелеры, водители погрузчиков и на электротележках. Какие условия труда здесь? Температурный режим, расскажите. Температурный режим от 15 до 21 градуса. Помимо потерь качества продукции за счет влияния различных температур во время погрузочно-разгрузочных мероприятий, логистический центр решит еще одну важную задачу. Соблюдение ротации, то есть более свежая продукция не должна реализовываться впереди продукцией, которая произведена, будем так говорить, вчера. То есть жесткая ротация и, соответственно, всегда потребитель будет иметь свежую продукцию. Центр заменит 5 имеющихся на территории предприятия складов. К слову, их полностью освободят уже в марте. И на их территории будет открыто новое производство. Что это будет, пока руководство держит в секрете? Ангелина Дикун, Андрей Богдан, Бобруиск, 360.